Ребятки, какую же классную штуку мы с вами сейчас будем делать Изначально у меня была идея одна И на этапе реализации она мне показалась немножко скучной То есть изначально идея была таковой То есть просто обычное вот такое вот красивое меню Но на этапе разработки мне это показалось скучным И я решил немножко добавить сюда интерактивчику И теперь это работает следующим образом У нас есть вот такое вот красивое меню И когда мы наводим на какие-то другие пункты меню У нас отображаются совсем другие странички Что прекрасно перерастает в полноценный full page сайт То есть мы можем открыть теперь любую страничку из предложенных И мы на ней останемся Я думаю это будет довольно-таки интересно Это мы будем делать на чистом JavaScript без какой-либо библиотеки Желаю всем хорошего просмотра и давайте начинать Так, для экономии немножко времени Я уже сразу подготовил себе стартовый шаблон Давайте посмотрим, что тут есть То есть нет ничего экстраординарного У нас подключенный скрипт У нас подключенный файлик стилей Внутри файлика стилей подключенный шрифт И сделано минимальное обнуление Файлик JS пустой И также я добавил сразу картинки То есть это то, с чего будем начинать Обычная базовая сборка Единственное, что мы тут будем делать Мы будем использовать препроцессор SCSS Для тех, кто не знает, как его компилировать То есть плагин, который называется LiveSass Compiler И когда вы его устанавливаете У вас появляется вот такая вот кнопочка Не знаю, видно вам или нет WatchSass И при помощи нее он сразу компилирует С CSS в CSS Нюансом является то, что в link Мы подключаем обычный CSS То есть мы можем сделать вот таким образом Мы удаляем CSS Удаляем вот это И оставляем здесь только файлик main.scss А здесь подключаем CSS Потому что SCSS браузер не понимает И когда мы запустим наш WatchSass Compiler То у нас сразу появится файлик main.css В который автоматически будет компилироваться Весь наш код Теперь давайте мы также запустим LiveServer Все, вот такая штука у нас есть Обычный пустой проект И давайте начнем с HTML Что у нас тут будет? Во-первых, у нас будет какой-то базовый контейнер И внутри которого будет div с классом screen Это будет каждый full page экран Внутри данного скрина у нас будет div с классом main Внутри main будет header И класс у него будет header Пускай будет one Чтобы мы потом смогли Ставить бэкграунды для каждого хедера отдельно Также внутри еще будет просто div header Внутри которого будет div с классом header item У нас такая довольно-таки большая вложенность Потому что нам нужно будет потом сделать красивую анимацию Поэтому нужна такая вложенность Внутри header item будет заголовок title Где будет написано home page И также будет текст Где будет lorem пускай 15 Например так И также мы добавим кнопку У нее будет класс btn И допустим read more Вот таким вот образом Дальше мы выходим с diva main То есть мы идем за его пределы И здесь создадим еще два diva Которые будет класс shadow И также класс one И еще один Tool Это тоже будет для красивой анимации На этом в принципе пока что с версткой нашего основного элемента Мы закончили И можем потихоньку перебираться в CSS Идем в наш файлик main.scss И давайте мы как-то будем немножко отделять И здесь у нас будет Page Первый создадим стиль для контейнера У него будет min height 100 view height Width будет 100% Background color У нас будет следующий 485 и 461 Вот такой И background image У нас будет тут gradient Который будет 135 135 градусов А цвета будут Вот такой Сперва Это все я заранее подбирал На этом заострять внимание мы не будем Это не самое главное И это будет 0% И также 28313b И здесь будет 74% Есть Также мы здесь делаем Overflow Hidden И Transform style Transform style У нас будет Preserve 3D Вот таким вот образом Давайте посмотрим Применилось ли у нас в стиле Да, все применилось Все отлично Можем продолжать Дальше нам потребуется Diff с классом main Что у нас будет тут Во-первых Наш main будет Position relative У него будет width 100% Left 0 И zindex у него будет 5 Также у него будет Overflow Hidden Transform origin Transform origin Мы ему сделаем Как Left Transform style Также Preserve 3D И transition Пускай у него будет 0.5 секунд Теперь нам потребуются стили для нашего хедера Не для diva с классом хедера А для хедера Также внутри Мы берем наш хедер И у него будет Min height 100 view height Width Будет 100% И position Также будет Relative Или relative Дальше Мы сразу возьмем Наш дополнительный класс Который мы давали Нашему хедеру У него это Header 1 И для него Зададим Background Здесь будет Background Url Так по моему Вот так вот Заходим в папочку Images И выбираем BG1 No repeat Top И Center Cover Вот таким вот образом И дальше мы потом Просто при помощи этого класса Будем Каждому хедеру Давать свой отдельный Background Теперь Нам нужно взять Вот этот хедер Который лежит внутри То есть Див с классом Хедер Мы здесь Идем немножко Ниже И берем наш Див с классом Хедер Здесь будет Position Absolute Width Будет 100% Ой Width Будет 100% Дальше у нас будет Height 100% Top 0 Left 0 Background Background Color Будет RGBA У нас будет 43 51 59 И 0.5 Display Display Flex Justify Content Center И Align Items Center Дальше мы берем Item Который лежит внутри Для стилизации Вот этой вот Сей штуки Берем сразу Header Item Где у нас будет Max Width 35 Ram Text Align Center Color Color Будет White И Padding Будет 0 И 2 Ram Дальше мы возьмем наш Title И сделаем ему Font Size 2 7 Ram Окей Давайте посмотрим Вроде уже симпатично смотрится Давайте возьмем нашу кнопку Сюда BTN Margin Top Сделаем 1 Ram Padding Мы сделаем 0 6 Ram И Также 1 8 Ram Background Color У нас будет 11 79 E 7 Border Мы Убираем Что мы тут еще делаем Давайте сделаем Border Radius 25 Пикселей Color White Text Transform Uppercase Сделаем Курсор Pointer И Также мы Здесь добавим Text Decoration Как None Давайте посмотрим Все вроде симпатично Николь хавер вешать не будем Нафиг он здесь нужен Хорошо Это есть Что нам теперь нужно сделать дальше Дальше мы Наверное Сделаем Навигацию Давайте мы Придем Сюда в Индекс И Сделаем Навбар Сюда Внутри Контейнера Перед Скрином Мы Сделаем Нав С Классом Навбар Где Будет Див С Классом Меню Здесь Будет Пускай Будет H3 С Классом Лого И где Будет Спан У нас будет Лого Name Или давайте Будет Company Name Company Name Окей И дальше Мы сделаем Бургер Где Внутри Нашего Бургера Будет Какой Бар Вот Таким Образом Опять Таки Здесь Нам вообще Не важно Как это Все Правильно Строится Сематически Не Сематически И вообще Пофиг Идем В CSS Берем Наш Навбар Давайте Мы Пока Сделаем Вот Так Вот И Где Небудь Тут Сверху Добавим Навбар Где У него Будет Самого Навбара Будет Position Давайте Fixed Left 0 Плюс Top 0 Width 100% Z Index Пускай Будет Примерно 10 И Height Будет 0 3 Ram Теперь Мы Берем Что там У нас Дальше Внутри Было Меню Берем Наше Меню И Здесь Max Width Будет 72 Ram Width 100% Margin 0 Auto Padding 0 2 Ram Что мы Сейчас Делаем Display Flex Justify Content Space Between Align Item Center И Color White Так Что-то Получается Теперь Возьмем Наше Лого Сделаем Font Size 1 1 Ram Font Weight 600 Text Transform Upper Case Letter Spacing Мы Сделаем Здесь 2 Пикселя И Line Height Скай Будет 4 Ram И Внутри Также У нас Там Был Span Чтобы Это Все Немножко Хоть Красиво Выглядело И Font Weight Сделаем 300 Сохраним Посмотрим Ой Вот так Font Weight Вот так Вот Вроде Симпатично Я думаю Пойдет Давайте Теперь Сделаем Burger Сюда После Logo Мы Возьмем Burger Что У нас Будет Здесь Давайте High 4 Ram Width 3 Ram Курсор Сделаем Pointer Display Flex Line Items Center И Justify Content Flex End Возьмем Тот Элемент Который Burger Item Кстати Надо было Назвать его Burger Item Ну то ладно Не суть Width 1.9 Ram Height 1.5 Ram Border Radius Мы сделаем По 2 Пикселя Background Color Вот такой Мы подобрали Transition Добавим Какой-то И Position Мы сделаем Relative И через After И Before Before Мы сюда Добавим Во-первых Content Мы ставим Как пустой Position Absolute Width Мы сделаем Такой же Как у Родителя И Высоту Мы сделаем Такую же Как у Родителя Background Color У нас Будет Вот такой И Единственное Transition Мы также Добавим Полсекунды И Теперь Саму Анимацию Мы сделаем При помощи Трансформа Поэтому Мы отдельно Сделаем Для After И Также Отдельно Для Before Здесь У нас Будет Transform И Это Будет Translate Y На 9 Пикселей А Здесь Будет Transform Translate Y И Минус 9 Пикселей Окей Давайте Посмотрим Что у нас Получилось А Получилась Какая-то Откровенно Говоря Шляпа Давайте Посмотрим Что здесь Width Height Да Очень Большая Высота Здесь Я хотел Указать В пикселях Вот таким Вот образом Все Бургер Готов Чем Будем Делать Дальше А дальше В принципе Мы уже Можем Давать Какие-то Анимации Добавлять Для этого Для этого Что мы Для этого Будем Делать Давайте Это пока Свернем Вот так Вот И это Тоже Свернем И мы Добавим Эти Анимации Давайте Сделаем Следующим Образом Мы Сделаем Тут Анимации И Если Если Нашего Контейнера Есть Класс Active То есть У Нашего Вот этого Главного Элемента Мы будем Добавлять Класс Active То Тогда Давайте Для начала Анимируем Наш Бургер Поэтому Мы Здесь Берем Бургер И Во-первых Мы Делаем Трансформ Rotate 360 Градусов Background Color Мы Сделаем Прозрачным И Также Мы Анимируем Наши Вот эти Вот After И Before Для Этого Мы Сделаем Before У нас Будет Transform Translate Y К 0 И Также Rotate На 45 Градусов А для After Я это скопирую Просто Сделаем Здесь After Здесь будет Translate Y 0 И Rotate На Минус 45 Градусов Теперь Нам нужно Попросту Добавлять Данный Класс Давайте Мы Перейдем Джесс И будем Добавлять Данный Класс Во-первых Мы Вытащим Здесь Сам Бургер Это Будет Document Query Selector И Что у нас Будет У нас Будет Бургер И Также Мы Достанем Контейнер Давайте Скопируем Ду Строчку Только Здесь Сделаем Контейнер И Также Добавим Этот Контейнер И Теперь При Клике На Бургер Поэтому Мы Делаем Бургер Add Event Listener Где будет У нас Клик И Тут Мы Просто Будем Контейнер Класс Лист Тоггл И В нашем Случа Это Active Сохраним И Давайте Проверим Анимацию Сейчас Должен Анимироваться Только Бургер Нажимаем Сюда Ничего Не Происходит Давайте Посмотрим В чем Проблема Во-первых Подключили Мы Скрипт JS Main JS Есть Давайте Тут Посмотрим Бургер Контейнер Класс Лист Тоггл Active Здесь Если у нашего контейнера Есть класс Active То тогда А почему Бургер Мы не Бургер Анимируем А Бар Сохраняем Смотрим Обновим Страничку Нажимаем Сюда И все Вроде Как Работает Крутится Крутится Теперь Я предлагаю Заняться Анимацией Нашего Главного Экрана Для этого Мы Идем Обратно В CSS И Также Мы Здесь Будем Добавлять Кое-какую Анимацию Для Нашего Divas Класса Main То есть Мы Будем Вообще Просто оперировать Одним Классом Active Для Контейнера И Внутри Уже Вот Эта Конструкция Мы Просто Пишем Анимации Для Всех Наших Элементов Которые Нам Нужно Анимировать Кейфреймы Которые Будем Создать Дальше Тоже Будем Писать Отдельно Чтобы Было Все Немножко Красиво И Удобно Поэтому Здесь Сразу Пишем Animation И У нас Это Будет Main Animation Одну Дальше Transform Мы Здесь Укажем Perspective 300 1300 Пикселей Все Заранее Подбирал Поэтому Rotate Y Здесь Будет 20 Градусов Translate По Оси Z У нас Будет 310 Пикселей И Scale Будет 0.5 И При Хавере Мы Тоже Будем Что-то Делать Мы Будем Делать Transform Или Давайте Пока Хавер Оставим Сейчас Сделаем Эту Анимацию Кое-что Добавим А потом Сделаем Этот Хавер И Теперь Создадим Наш Keyframe Который У нас Будет Называться Main Animation Также Мы Это Все Сделаем Чтобы Было Удобненько Красивенько Keyframes Main Animation У нас Будет From To From У нас Будет Transform Translate 0 А To У нас Будет Transform Perspective 1300 Пикселей В принципе Можем Скопировать Вот эту Строчку Где Она Была Вот Эту Строчку Сохраним И Давайте Посмотрим Переходим Сюда Нажимаем На наш Бургер И Вот Она Прекрасненько Уже Анимируется Окей Теперь Предлагаю Добавить Сюда Вот Эти Тени Наши Идем Visual Studio И Где Небудь Давайте Пока Page Свернем Сюда После Page Мы Добавим Shadows Хотя Давайте Мы Наверное В Наш Контейнер Это И Добавим То есть У нас Тут Будет Main И Вот Тут Где Небудь Будет Shadows Где У Нас Будет Какой То Shadow То Это Наш Вот Эти Два Блока Мы Берем Этот Shadow У него Будет Position Absolute Width Будет 100% Height Будет 100 View Height Top 0 Плюс Left 0 Transform Transform Style Preserve 3D Transform Origin Мы Здесь Делаем Как Left Что Мы Еще Тут Делаем Транзишн Мы Делаем 0 5 И Background Мы Делаем Как White И Отдельно Стилизуем One Точка И Two Потому что они у нас будут немножко в разных плоскостях One У нас будет Z-index Минус 1 И Опасити будет Вот так вот Вторая У нас будет Z-index Минус 2 И Опасити Вот так вот Хорошо Это есть Теперь нам нужно сделать такую же анимацию Как и у нашего главного экрана Только немножко поменять Пару свойств Для этого Мы идем туда где мы делали анимации То есть вот сюда Чуть ниже Берем наш Shadow И его допустим One То есть первую Мы будем анимировать следующим образом Мы пишем здесь Animation Это у нас будет называться Shadow One Она будет длиться 0.6 секунд И Is Out И также здесь будет Transform Translate Это потом Perspective Будет 1300 Rotate Y У нас будет 20 градусов Translate Z У нас будет 215 пикселей И последнее Scale У нас будет 0.5 И можем теперь скопировать эту штуку Потому что там будет почти такое же Здесь будет 2 Здесь также будет 2 И единственное что тут будет меняться Это вот это вот значение Translate Z Здесь будет 120 Сохраним И теперь нам нужно создать эти keyframe Берем Shadow One И давайте здесь сделаем Keyframes Shadow One Что у нас тут будет У нас здесь будет следующее У нас тут будет 0% Дальше будет 5% И последнее будет 100% Естественно Что у нас тут будет в 0е В 0е у нас будет Transform Translate 0 Тут все просто Дальше идем 5% Мы можем здесь скопировать Вот эту строчку допустим Потому что мы там поменяем Всего лишь Пару значений А может и даже не поменяем Так на 5% нам нужно 1320 310 И 0.5 Подходит Тут ничего не меняем На 100 будем менять Значит копируем эту же строчку И на 100 мы делаем Здесь не 300 А 215 пикселей 215 пикс И создадим сразу Shadow To Копируем полностью Все это На 0е У нас будет Translate 0 На пятерочке У нас тут будет 310 Все так же остается Единственное что на 100% Так Тут будет не 5 А 20 И на 100% Мы здесь делаем Не 215 А 120 И прежде чем проверять Мы еще тут поменяем На Shadow To Все сохраним Теперь можем проверять Обновляем Сюда И вот так вот Красиво у нас все работает Посмотрите Уже прекрасно Теперь нам осталось Это все анимировать Еще при хавере Поэтому Идем сюда Возвращаемся туда Где мы прописывали Анимацию для Main И здесь добавим Здесь некий Hover Добавим Hover Где у нас будет Transform Perspective 1300 пикселей Rotate Y У нас будет 20 градусов Translate Z Будет 340 пикселей И Scale Оставим такой же 0.5 И при хавере На этот элемент Мы будем еще Брать наш Элемент Shadow One И ему тоже Задать какие-то стили Давайте тоже Скопируем эту строчку Чтобы ее не писать И поменяем Здесь следующее Мы поменяем Просто вот это Вот Translate Z Потому что Все здесь упирается В Translate Z Сохраним Обновим Откроем Теперь наводя На этот элемент У нас получается Вот такая вот Красивая анимация И выглядит уже Довольно таки Классно Давайте теперь Мы зафигачим Сюда меню Чтобы зафигачить Сюда меню Мы его Знаете Где сделаем Мы его Сделаем Где-нибудь Вот тут Пониже Внутри нашего Контейнера Давайте Вот наш Контейнер Я так понимаю И где-то Вот тут Внизу Мы сделаем GIF с классом Links Где у нас Будет UL Внутри будет Лишка И внутри Будет Ссылочка Которая не будет Вести никуда Классу У нее будет Link Я сильно Не заморачиваюсь С классами И со всем этим Потому что Урок как бы Не об этом И здесь Мы зададим Знаете что Давайте пока Просто сделаем Их Несколько У нас будет Home Потом будет Services Портфолио Отзывы About И контакты Чтобы было все Прилично Services Здесь будет Портфолио Дальше Отзывы Дальше у нас Тут будут About И последние Контакты Сохраним Все Пошлите в стиле Идем в main И сейчас Мы добавим Эти стили Где мы Будем добавлять Где мы Будем добавлять Где вообще Все это добавляем Вот контейнер Shadows Можно в принципе Это уже свернуть И сюда Добавим Link И теперь Нашему диву С классом Инкс Мы сделаем Position Absolute Width Пускай будет 30% Right 0 Top 0 Top 0 Height Будет 100 View Height Z-Index Сделаем 2 Display Flex Justify Contents Центр И align items Центр И align items Окей Подходит Теперь Давайте мы Нашим ссылочкам Сделаем Сделаем Text Decoration None Color Eee Padding Мы сделаем 0.7 Ram И Eee И 0 Вот так Фонт Фонт Сайз 1 Ram Display У нас будет Inline block Font weight Пускай будет 300 Text transform Uppercase Letter spacing Пускай будет Ой 1 Пиксель Добавим Transition Мы тоже Немножко Это все Анимируем 3 секунды Опасити 0 Transform Translate Y И 10 Пиксель И анимацию Сделаем Пускай называется Height 0.5 Секунд Она будет Обратная И она Будет Просто Is И сделаем Какое то А все Больше ничего Не надо Дальше Мы внутри Этого Links В нашей UL Сделаем List style None Ну и в принципе Все Да и в принципе Все Свернем Что у нас там Вообще получается Пока ничего не получается Потому что нам теперь нужно Добавить анимацию Так как у нас там Изначально Опасити стоит В 0 Окей Для этого Что мы делаем Для этого Для этого Мы идем В анимации Так это Можем Bar свернуть Main Свернуть Shadow Тоже Свернуть Берем наш Links А То есть Ссылочки Только тут Нужно поставить точку И добавляем Какую то анимацию У нас это будет Анимация Appear 05 Секунд Forwards Из А продолжительность Ее будет Мы здесь Объявим переменную Которая будет Вот так И эту переменную Мы зададим Вот тут Мы идем В стиле Точнее В html И сюда Добавим Inline Стиль Какой Inline Стиль Тут будет Мы здесь Пишем Style Минус Минус И И здесь Мы указываем Продолжительность И В нашем случае Здесь будет 0 1 Здесь Будет 15 Можно 0 Убрать Здесь Будет 2 25 3 35 Для того Кто не понял Что это такое Это будет Разная Анимация Для каждой Ссылки То есть Они будут Появляться Немножко С задержкой Что в принципе Нам нужно Во-первых Давайте Создадим Нашу Анимацию Height Идем В keyframes Делаем Keyframes И здесь Будет Height Это первая Анимация Которая Для нашей Менюшки From Это будет From И To From У нас будет Опасити 0 Точнее 1 И Transform Translate Y Это будет 0 Пикселей И To Это будет Опасити 0 И Transform Translate Y Только тут Будет Опасити Уже 0 Ой Опасити 0 Transform Translate Y 10 пикселей И To Опасити 1 Transform Transform Translate Y И 0 Пикселей Сохраним Я конечно сомневался делать этот урок или нет Потому что тут очень запутанно с этими всеми анимациями Но Решил все таки сделать Все Обновляем страничку Переходим сюда И вот как видите Наши элементы появляются И вы можете заметить что у них Разное время появления За счет того что мы создали здесь переменную И указали каждому элементу Разное время Проявления На экране Нажимаем сюда Все красивенько отображается И на этом в принципе мы с вами CSS Закончили Дальше давайте мы вернемся в HTML И добавим еще Кое что Что здесь нам нужно добавить Мы возвращаемся в HTML Сюда Смотрите Links К links вернемся чуть позже Добавим наши экраны Вот у нас есть Screen И здесь мы добавим Еще дополнительно ему Какой-то ID Пока оставим так И скопируем То есть мы тут больше ничего менять не будем Просто добавим ID Так Один Нам нужны их по-моему шесть Да Раз два три Четыре пять Шесть Да Один есть Два Три Четыре Пять Шесть Здесь Теперь Меняем Так Header One Тут меняем Header Two Тут будет Третий Здесь будет Четвертый Это будет Пятый И это будет Шестой Напоминаю Это мы делали для того Чтобы Где-то Вот тут Мы добавляли Бэкграунда Так Один Два Три Четыре Пять Шесть Сразу меняем Два Три Четыре Пять Шесть И так же здесь меняем Два Три Четыре Пять И добавляем шесть Вот таким Образом Что-то у нас Получается А получается Вот такая Штука Что вот Все у нас Добавились Наши экраны Прекрасно Все работает Все классно Давайте поменяем Название страниц Поэтому мы Сейчас пойдем Сюда Так Home У нас есть Дальше мы Берем Services Идем Вверх Где у нас Первый Элемент Здесь ID Делаем Как Home Второй элемент Будет Services И Services Page Третий элемент Что у нас там В третьем элементе Давайте мы это Знаете Как сделаем Вот так Это пока сделаем И просто Вытащим Все эти элементы Третий У нас Получается Портфолио Портфолио Page И ID Портфолио Четвертый У нас Будет Отзывы Поэтому Добавляем ID И добавляем Название Пятый About Сюда About И ID About И последний Это Контакты Contact Page И сюда ID Contact Все Эту штуку Можно закрыть Прекрасно Давайте проверим Поменялось ли все правильно Там Нигде не повторяется Home Services Портфолио Отзывы About И контакты Хорошо Если нажимаем Все Вот так вот Кстати Придумал Только что Еще один вариант Реализации Этого всего Ну давайте Ладно Уже делаем так Как я делал Потому что Сейчас опять Буду все крутить По 300 раз Так Все Это можем скрыть Это нам больше не потребуется Чтобы оно не мешалось Мы Скроем Мне так удобнее По крайней мере Я надеюсь Что это больше не потребуется Я точно не помню Сейчас в ходе работы Будем Определяться Все Дальше нам нужно Перейти в JS Мы идем в JS Тут нам нужно Во-первых Получить все наши экраны Поэтому Screens Screens Это будет Documents Query Selector All И у нас это Screen Все Теперь Теперь нам нужно Создать функцию Change Background Function Change BG Пускай будет Change BG Только тут Не забываем Сделать Вот такую Штуку И сразу же Ее вызываем Вот так Здесь мы получим Наши ссылки Links Это будет Document Query Selector All Как мы там Называли наши ссылки Мы давали им Класс Мы давали им Класс Link Отлично Link Теперь Мы пройдемся По этому массиву Links Forage Где мы будем Получать некий Link И Index Хотя Индекс нам Наверное Может даже Не потребуется Но пускай Будет Мы разберемся И вешаем Обработчик событий На каждый Link Add Event Listener И первый Почек Это будет Mouse Enter Где мы будем Получать некий Event И давайте Сразу сделаем Event Prevent Default И дальше Нам это тоже Приходится И дальше Нам нужно Теперь Как-то Определять На какой Элемент Мы Навели Чтобы при Наведении На какой-либо Из этих элементов У нас Также Менялся Вот этот Экран Для этого Создадим Отдельную Функцию Давайте Это будет Function Как мы Назовем Replace BG Где мы будем Принимать Некий ID Что мы тут Будем делать Во-первых Мы достанем Здесь Background BG Это у нас Будет Document Get Element By ID И по ID Который Мы будем Передавать Мы будем Находить Этот Элемент Теперь Мы берем Все наши Экраны Которые У нас Есть Проходимся По ним Forage Где Мы получаем Какой-то Screen И что Мы тут Делаем Во-первых Мы всем Этим Screen Делаем Style Display Как нам Мы скрываем Все эти Элементы Изначально Сразу Мы их Скрываем И Элементу BG Которые Мы Через ID Ловим ID Напоминаю Мы задавали Вот Специально Для этого Чтобы Мы Определяли Где Какой Screen И ID И 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 в нашем Случае Подойдет Просто Блок Теперь Эту функцию ReplaceBG Мы будем Вызывать Вот тут Мы Вызываем Функцию ReplaceBG В которую Нам нужно Получить Этот И И И И Как нам Этот И Получить Все Просто Мы Для Этого На Наши Элементы Списка Наши Элементы Списка Мы Их Найдем И мы Добавим Сюда Data Attributes Сюда Добавим Сюда 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 И Сюда И Data Link Это у Нас Будет Что-то Что здесь Будет Здесь Будет Точно Так же Как Home Services Portfolio Отзывы About И Контакт Для чего Мы Это Делаем Смотрите Неспроста ID Я давал Точно Такие же Как И Вот Эти Data Link Потому Что Нам Сюда Нужно Передать В данную Функцию Нам Нужно Передать ID Чтобы Он Был Каким Одним Из Вот Этих Вот Для Этого Мы Можем Просто Вызывать Данную Функцию И Сюда Как ID Передать Просто Вот Этот Data Атрибут И Раз Он Совпадает С Нашими ID То У нас Будет Все Работать Так Как Нам И Нужно Поэтому Мы Сюда Просто Передаем Этот Data Атрибут Следующим Образом Мы Берем Target Data Set И В нашем Случа Это Link И Таким Образом У нас Здесь Будет Уже Лежать Допустим Если мы Наведем На Home Будет Home Ну И Так Далее Давайте Это Проверим Откроем Менюшку Нажимаем Сюда Наводим На Home Ничего Не Меняется Наводим На Сервисы Вот Эти Сервисы Портфолио Отзывы About Контакт Все Прекрасно Работает Единственное Что нам Осталось Это Обработать Клик И Чтобы Мы Переключались На Эту Страничку Поэтому Мы Здесь Делаем Где Делали ForEach Мы Делаем Link Также Вешаем Обработчик Событий Здесь Уже На Клик Где Принимаем Некий Event И Вызываем Event Prevent Default Чтобы Наша Ссылка Никуда Нас Не Вела И Здесь Мы Просто Делаем Берем Наш Контейнер Который Мы Получали Вот Тут Прям Можем Скопировать Эту Строчку Контейнер Класс Лист Тоггл И Мы Здесь Убираем Класс Active Теперь Смотрим Так Есть Homepage Так Я Уже Вижу Проблемы Я Забыл Кое Что Еще Сделать Нужно Изначально Скрыть Все Эти Экраны Чтобы Они Были Не Видны Поэтому Идем Обратно В JS И Знаете Что Мы Сделаем Следующее Мы Здесь Возьмем Все Наши Скрин Перейдем С методом Forage Где Мы Получим Кой-то Скрин И Нам Остается Просто Всем Нашим Скринам Сделать Style Display Как None И Screens 0 Style Display Как Блок Что Мы Тут Сделали Все Максимально Просто Изначально Мы Скрыли Сначала Все Элементы И Потом Первому Элементу В нашем Случае Это Будет Home Мы Задали Style Блок И Только Первый Будет Отображаться Теперь Обновим Страничку Видите У Прокрутки У нас Видна Только Одна Страничка И Теперь Открываем Меню Вроде Все Работает Работает Выбираем Сервисы Убираем Портфолио Отзывы About И Контакты Только Что Было Немножко Долго Прогружалось Вы Видели Блики Скачки За счет Того Что Картинка У меня Много Весит Я Не Сжимал Поэтому Оно И Так Некрасиво Было Сейчас Картинки Прогрузились Поэтому Смотрите Все Прекрасно И Отлично Смотрится И Вот Такой Вот Прекрасный Шедевральный Идеальный Full Page Сайт Довольно Таки Легкий Посмотрите JS Тут Не Так Уже Много Тут Пару Функций Всего Лишь 38 Строк Это Сот Ступен Совсем Самое Тяжелое Здесь Было Это Наверное Разобраться С этими Кейфреймами И С Трансформами Да Это Тяжелая Довольно Так Тема Если Вы Не Очень С CSS Анимация То Просто Переписывайте Напрямую С Вашего Лайка Все Ребят Пока